Здравствуйте, уважаемые телезрители! Занятия физкультуры и спорта в нашей стране в полной мере можно назвать национальной идеей. По статистике около 70% населения в той или иной степени занимается этим полезным делом. Со стороны государства предпринимаются различные меры по поддержанию физкультуры и развитию спорта. Открываются спортивные залы и площадки, строятся новые стадионы. Сегодня мы поговорим о том, в какой степени жители Артемовского городского округа готовы поддержать эту идею, потому что нас это касается. Гости студии. Дмитрий Николаевич Колпаков, заместитель директора детско-юношеской спортивной школы «Феникс». Антон Сергеевич Кузубов, президент Федерации футбола города Артема. Александр Александрович Корнилов, президент клуба единоборств «Легион». И Виталий Леонидович Евремов, начальник отдела физкультуры и спорта администрации Артемовского городского округа. Уважаемые друзья, в какой степени были задействованы спортивные площадки, коих много открылось на территории Артемовского городского округа? То есть не пустовали ли они? Дети вышли на свежий воздух, поэтому все стадионы были переполнены, были переполнены, потому что и управление образования большой, спектр услуг тоже оказывал. У них были пришкольные лагеря и были организованы также спартакиады придворовых площадок. И наша мощная спартакиада, это спартакиада трудящихся, посвященная 80-летию города Артема. В этих спартакиадах приняло более 2000 участников и, наверное, еще у меня поддержат, да, и Дмитрий Николаевич, он тоже, наверное, расскажет. Вы сейчас отчитались о проделанной работе? Это не о проделанной работе, это просто были организованные мероприятия именно для развития массового спорта, для поддержания здорового образа жизни, для общения между собой всех уровней и всего возраста спортсменов. То, что касается организованных соревнований и мероприятий, тут все понятно. Ведь у нас же ребята еще занимаются единоборствами, в том числе и летом. В футбол играют, я знаю, дети с утра до вечера. Режим такой, что половина тренеров у нас идут в июне месяце, в отпуск, потому что у нас идет пик отпусков в июне, июле, август, а вторая половина идет с первого июля. То есть те, которые приходят, они уже забьют, то есть в июне работает одна половина, июль идет, другая половина, в августе уже все выходят на работу. Вы сейчас сказали про новые площадки, которые построены, они практически все площадки, Виталий Ильич не сказал, что они закреплены за спортивную школу. Например, 19-я школа, там занимается атлетическая гимнастика. Вот, например, мы сейчас взяли спортивную площадку под хоккей средней школы номер 22, где у нас будет работать тренер, он будет работать круглый год, поэтому он будет ее заливать, он будет ее делать, то есть сначала сейчас он поставит детей на ролики, затем он поставит детей на коньки и будет проводить спортивно-здоровительные группы по программе, физическая подготовка с введением с элементами хоккея. Поэтому работаем, работаем и будем работать. Как вы считаете, вот на этих спортивных площадках должен работать спортивный тренер или достаточно только дворника, который подметет? Там достаточно учителей физкультуры и подключать туда дополнительно, мы можем подключить дополнительно людей туда, чтобы работали, то есть есть три спортивные школы, которые могут подключить туда тренера, чтобы он работал на базе этих спортивных площадок. Ничего сложного нет. Однозначно любая площадка должна быть за кем-то закреплена, потому что на примере 19-й школы видно было, что пока она не была передана в управление атлетической гимнастике, она приходила в уныние. Покрытие местами было порвано, там трибуны поломаны. Но если будет ответственная за это дело, с кого можно будет спросить, то он будет смотреть и где-то наводить порядок на этом объекте. Ну, по-моему, 19-я школа не передана в атлетическое, там просто работают. Нет, там 19-я школа, она есть, она передана именно школе, а то, что тренера на сегодняшний день ее пытаются заполнить. Вы знаете, вот здесь у нас городской стадион, да, угольчик он называется. Я много раз летом бывал на этом стадионе, и вот баскетбольная площадка, на ней занимается там пять, ну от силы там восемь человек, не больше. Я думаю, все-таки не пять, восемь человек, там и занимается гораздо больше. Просто в зависимости, в какой временной период, есть все-таки работа, да, а есть тогда, когда у кого-то именно каникулярное время, они там целый день детишки, а кто повзросли, они только после работы могут прийти и позаниматься. Существует время основное занятие на этих площадках, то есть даже не в такой, как в каникулярной, то есть одна тренировка проводится, если он идет по часовке, например, одна проводится тренировка утром, проводит тренер, а другой проводит он после 15.00, 15.00 до 17.00. Спортсмен привык жить по режиму. Уважаемые коллеги, вот мы с вами подошли к выводу о том, что занятия спортом должны быть организованы. Не просто так, да, сели на велосипеды и поехали, а должен быть тренер, должен быть руководитель. Без этого развитие не получится. Вы согласны со мной? Ну, нет. Нет, подожди, например, единоборств, давайте возьмем, могут ли ребята сами по себе заниматься? Никак нет, потому что всегда должен быть тренер, то есть для того, чтобы обучать именно технике. Есть специальные программы для развития, да, то есть самообороны и так далее, как ребенок там или юноша сможет самостоятельно себя обучать тому же виду единоборств, как бокс или там кикбоксинг, или там, допустим... Естественно, должен быть тренер, который должен показывать технику. И ребята при помощи тренера, они оттачивают эту технику, то есть они должны правильно выполнять те или иные приемы, потому что это, ну, небезопасно. Да, время обучения. То же самое с футболом, да, Антон Сергеевич? Нет, я против скажу. Футбол – это один из тех видов спорта, где, может быть, не совсем обязательно присутствие тренера. Любой, да, пятачок, газон, там, я не знаю, любой объект. Вы сами все, наверное, в детстве пинали банки, пинали, я не знаю, все, что попадется под ноги и называли это футболом. Не, ну, извини, опять же, смотря или профессионально заниматься, или в любителях, да, дети могут играть просто в футбол сами, а если заниматься профессионально, да... Есть примеры, когда вплоть лет до 14-15 люди занимались в деревнях, в селах. Вот эти самородки потом выискивались с селекционерами и забирались в клубы. И не становились... При помощи тренера они становились... Это какой-то уже момент, правильно? Но закладывалось это все в деревнях, это и все. С другой стороны, я могу тогда дать единство, любой вид спорта. Может быть, у каждого там во дворе груши висели, турники... Нет, тогда, да, можно сказать, что занятие, например, единоборствами в этом во дворе – это драка. Да, но я скажу честно, что тогда занятие тем же единоборствами во дворе, да, и потом выйти ему на профессиональный ринг, у него без той же техники, да, это человек, к которому нужно переучивать себя. Нет, пришел человек, еще раз повторюсь, да, в зал, он ничего не умеет. Как он будет без тренера тренироваться, кто ему объяснит технику, кто ему объяснит силу удара, да, технику удара отточить, он сам никак не сможет сделать. Приемы самообороны. Приемы самообороны – это самоосновное, да. Если человек не знает приемы самообороны, как он сам научится, по книжке, да, навряд ли. А я тогда скажу, что профессионализм – это симбиоз. Работа с тренером и самостоятельная работа. Вот это будет дополнительно. Давайте тогда уже определим, что есть виды спорта, которые невозможно изучить без тренера, а есть виды спорта, которых можно изучить самостоятельно. Нельзя путать профессионально? Мы то же самое по морю плаваем, по речкам, по озерам плаваем. Мы же не плывем ни правильно, ни в том ритме, все равно это все умеет. Ну это называется, ребят, массовый спорт, поэтому мы разговариваем о профессиональный спорт или массовый спорт. Вот где проходит черта профессиональный и массовый спорт Ну профессиональных спортсменов в нашем мире Ну опять же, извините, опять же массовый спорт Группа здоровья, допустим, собралась, да, в парке у нас, допустим Как группа здоровья будет без тренера проводить, допустим, ту же зарядку, да? Если никто не знает Обязательно нужен человек, который, лидер, который будет направлять, который будет показывать Ну у кого-то какие-то хоть азы есть Конечно, ну здесь действительно можно найти и в том же учебнике Сейчас очень много комплексов всяких разминок прописаны У меня даже могу привести пример У меня старший сын, да, он также начал просто по комплексу из интернета взял и начал заниматься турником, да? И в течение там полугода он зимой ходил на него там все Все он начал подтягиваться по 30 раз То есть вот он просто вычитал комплекс Вот эти цифры, 70%, они соответствуют нашему городу У нас в городе занимается 70%? Вы знаете, если брать физкультуру, то у нас на сегодняшний день, ну вообще масса, кто занимается, это 34% Ну посмотрите то, что на сегодняшний день у нас введен третий урок физкультуры У нас при школах организованы спортивные клубы, где работают тренера, да? Какой охват детей, я думаю, на сегодняшний день эта цифра гораздо больше А теперь давайте поговорим о спорте профессиональном, если его так можно назвать Какие соревнования у нас проводились на территории Артемовского городского округа? Кто в них принимал участие? Каких мы добились результатов? На сегодняшний день уже вот на сегодня уже стоит 57 соревнований, которые проведены за 2018 год Помимо комплексных всех, вот спартакиад, фестивалей, Дню города, да, у нас проводились еще и соревнования по отдельным видам спорта Из которых на сегодняшний день отбиралось, формировалось победители, формировалась, так можно сказать, сборная города Которая представляла потом наш город уже на краевых, дальневосточных и выше соревнованиях Ну я надеюсь, что у каждого вида спорта, только не я один говорил, наверное, просто расскажу Я знаю, что единоборцы города Артема очень сильная команда Мы за этот год провели и городские соревнования по кудо, городские соревнования по боксу, городские соревнования по кикбоксингу Очень хорошие результаты, показали свою подготовку, что они очень хорошо подготовились на край Ну и также проводили краевые соревнования И также на крае то же самое, много первых мест у нас То есть вообще за год у нас, по моим видам, единоборств, которые мы развиваем здесь, в нашем городе У нас чемпионы Дальнего Востока есть, у нас призеры России есть, у нас чемпионы края есть То есть я считаю, что нормально мы двигаемся в этом направлении Активно развивается сейчас детский футбол Это неоднократные победители первенств края по всем возрастам У нас от самой младшей группы и призеры, и в старшей группе есть в чемпионате края Также мы организовали футбольный турнир, куда приезжают команды со всего Дальнего Востока То есть в этом направлении мы тоже развиваем сотрудничество со всеми ближайшими регионами И поэтому результат у наших спортсменов растет У нас в спортивной школе было проведено 56 спортивных мероприятий По сентябрь месяц исключительно задействовано Было около 4 тысяч детей Поэтому соревнования проводились по всем видам спорта По которым культивируются в общеобразовательной спортивной школе И также у нас массовые мероприятия проводились очень много Поэтому результаты недовольно неплохие Поэтому можно сказать Надо не скромничать Можно сказать о том, что хоккейная команда выигрывала золотую шайбу краевую Там была в призерах Очень серьезных достижений добиваются отделения Тэквондо В этом году вообще порадовали наш город Когда они приехали, там куча медалей с первенства России было Поэтому в Вениксе очень много заслуг У них есть в Вениксе, ну даже я скажу По-моему, недоспорта Покил Кусенко у нас хороший Парень был чемпион Европы, призер первенства мира тоже Поэтому в Вениксе заслуг очень много Вы сейчас говорите о спорте высоких достижений То есть готовите спортсменов для каких-то соревнований Вот все Вы говорите о том, что ребята занимаются для того, чтобы победить на соревнованиях краевых Подождите, ну для этого оно и делается спортсменов Президентские игры, президентские состязания Это уже работа идет со школьниками Дети, которые группой риска стоят, две спартакиады проводили Поэтому я думаю, что мы работаем на всенавизию Можно ли это назвать массовым спортным? Да, вот это да, это массовый спорт Работа со школьниками, это и есть массовый спорт Дети, что это очень много людей Потому что в этом году, в прошлом учебный год было Президентские спортивные игры, которые мы прокрутили Три-четыре команды, трех возрастных категорий Это в пределах около 700 человек А президентские состязания участвовали 54 класса команды Это где-то около тысячи человек Поэтому это очень много Нами возрожден кожаный мяч, который является самым массовым мероприятием Не только во всей стране Сколько, представляете, команд участвуют в нем В нем не только Дю США играют и команды клубов Но и также самоорганизованные команды Будем привлекать больше и больше Со школами будем работать Будет расти количество занимающихся и участвующих в соревнованиях Вы обратили внимание, разговаривая о массовом спорте Мы все время имеем в виду детей, школьников и молодое поколение А что делать людям старшего возраста? Какими видами спорта им можно заняться? Единоборство они, наверное, уже не пойдут Нет, но я вам скажу обратно К нам приходят в группу ММА То есть у нас вот были возрастные спортсмены Ну, как бы самоучки Которые приходили обучаться той же самообороне для себя То есть в общую группу 65 лет, 50 лет То есть как бы без проблем мы принимаем таких Группа здоровья называется У нас группы здоровья, я знаю Это вот когда ходят со скандинавской палочкой Бег трусцой и еще некоторые пенсионеры Выходят на аллею здоровья Я хочу сказать об них В 5 утра посмотрите, какой контингент собирается И какое количество собирается Знаете почему? И они все занимаются так же Ходьбой, трусцой бегом Это с 5 утра, с 6 утра Вместе с детьми приходят и бегают перед работой А потому что бесплатно Ну, это, наверное, неважная роль Но я думаю, все-таки не про бесплатность А про поддержку своего здорового образа жизни Ну, это тоже А чем еще можно заняться Вот у нас с людям пожилого возраста? Какими? Вы знаете, очень много Многие ходят в тот же тренажерный зал Ходят на сегодня очень много развита Ну, бассейн Сколько развита сегодня шейпинг Кому что интересно С датом, там, акваэробика Ну, сегодня очень много Большой спектр услуг Которые предоставляют даже Те же клубы Которые сегодня работают на коммерческой основе Да возраст не помеха по-любому Да, я знаю, что футболисты довольно возрастные И по 60 лет они играют Мне вот, скажу, 35-45 Сейчас мы готовим чемпионат Сейчас 45-45 Мне последнее время приходится Часто посещать взрослый парк Потому что я гуляю с ребенком Поэтому я часто наблюдаю Там есть у нас аллея спорта Которая, могу сказать Практически процентов 80-90 Она постоянно заполнена И все тренажеры, которые находятся Постоянно заполнены И даже ни конца, ни края нет Рассматривается вопрос В первую очередь Это реконструкция нашего стадиона «Угольщик» Где будут установлены уже более-менее Современные площадки Современными тренажерами И установки таких же многофункциональных площадок Как у нас уже стоят в образовательных школах Зимние виды спорта Есть летние виды спорта Но эта грань в последнее время, на мой взгляд, стерлась То есть футболисты уходят под крышу Единоборцам Вообще не важно, какое время суток И какой сезон То же самое со спортивными школами Ледовая арена у нас открыта У нас уже даже были переговоры О том, чтобы опять же провести Вот ночная хоккейная лига Я думаю, надеюсь, у нас будет также золотая шайба И поэтому по хоккейному сезону Как бы у нас все хорошо По фигурному катанию У нас буквально в этот четверг Уже будут соревнования Спортивной школы «Темп» Поэтому зайдите, посмотрите Ледовая арена переполнена Там уже мало одной ледовой арены Там нет даже свободного места Нет свободного окошка У нас в этом году также будет Открыта зимняя сопка Где они уже сделали несколько спусков Синяя сопка Ой, синяя сопка Поэтому и там ежегодно У нас также проводятся мероприятия Там и среди детишек И среди взрослых Взрослого населения Пожалуйста, зимние виды спорта у нас хорошо А трассы для лыжников? С трассами для лыжников Немножко, конечно, посложнее Так как мы, если брать прошлую зиму Мы снега дождались почти чуть ли не в марте Поэтому вот я знаю Что наши те же спортивные ориентирования На лыжах Либо лыжные гонки Они в основном ездят тренироваться Из-за отсутствия снега Это либо в Спаск, либо в город Арсеньев Вот на ваш взгляд К чему нужно стремиться? Чего нам еще не хватает? Что бы вы хотели Для своих детей Для жителей Артемовского городского округа В будущем? Наверное, более качественной подготовки Чтобы были более качественные специалисты Работающие с нашими детьми Это основное Ну и мы понимаем, что Вот как уже Антон Сергеевич сказал Что одной ледовой арены мало Нужно это принять во внимание, наверное Да? Улучшение инфраструктуры Оснащенности спортивных площадок Где-то может быть даже помощь Свободно самозанятым группам Или командам В помощь в покупке инвентаря Что можно пожелать? Это в первую очередь Чтобы было доступно все Все спортивные объекты были доступны Это первое Второе Для спортсменов, которые занимаются Чтобы поддерживать спорт Нужно награждать людей Чтобы заинтересовывать этих детей Чтобы они занимались этими видами спорта Это самое, думаю, главное Ну и что можно еще пожелать? Я думаю, что площадки Спортивные тренажеры Как стоят у нас Как аллея Наша спорта Она очень красивая И очень хорошие Качественные тренажеры Они должны быть во всех дворах Я думаю, что это будет Огромный плюс для города И развитие массового спорта Будет на высоте в городе Артема Да может не в каждом подворе Но хотя бы в районе в каждом Такая площадка, куда будет стекаться Все желающие заниматься спортом Хотелось бы занять 70% населения Минимум 170 Ну я тоже повторюсь за коллегами Что хотелось бы побольше оснащенных площадок Именно оснащенных То есть чтобы был полностью укомплектован Площадки спорт инвентарем Да, есть качественное оборудование Есть хороший результат Ну и я уже говорил про то Что в нашем городе Наверное, уже не хватает инфраструктуры Именно спортивной Улучшение организации спортивных соревнований Классные Тренеры Квалифицированные Работники Спортивных школ и объектов Улучшение инфраструктуры Поощрение победителей Вот, пожалуй, основные направления Деятельности По развитию спорта В городе Артеме Я бы сюда добавил еще Желание А главное Потребность Жителей Вот в этих самых занятиях Это была программа Ваша это касается Я с вами прощаюсь Всего доброго До свидания И до новых встреч Занимайтесь Физкультурой И спортом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин